Добро здоровья, Ачка, хунту и хунтубуры. Мы из Украины. Слушайте, ну тут насобиралось событие, которое просто не могут ждать неделю, пока снова будет собираться за тыждень. Тут прям очень и очень есть новости. Традиционно начнем с того, что заглянем за забор в Липрозорий. Да-да, бурчащий дизлайкер надежды на оздоровление территории путем деления или отпочкования остается. Падение ВП России по итогам второго квартала в годовом выражении составит 4,7%, оценили опрошенные Блумберг-экономисты. Таким образом, российская экономика возвращается к уровням середины 2018 года. Не очень понимаю, на чем зиждется такой удивительный оптимизм экономистов и где их Блумберг отыскал. Ну да ничего, нам не шашечки, нам ехать, а везде там все далеко не так радужно, как бы не трещали каналы параллельного имперта и не старались иностранцы копеечку сохранить в бизнесах внутри России. Тамошний Минфин собирается в дальнейшем накапливать средства Фонда национального благосостояния в юанях, индийских рупиях и турецких лирах раньше были доллары, евро, фунты и иены. С учетом того, что юань не является свободно конвертируемой валютой до сих пор. А турецкая лира по инфляции приближается к 100% в этом году, то логичным будет дальнейшее дополнение корзины. Венесуэльским боливаром, 19-й год, 9600%, 20-е всего-то 3000 инфляции. Можно вложиться и в суданский фунт, там только 149%, и хорошо будет дополнить зимбабвийским долларом, 257% инфляции. Рубрика «Зачем Володька сбрил усы?» Это о войне, но настолько смешно, что не удержусь. Гиркин сбрил усы и пытался пробраться через Крым то ли в Херсон, то ли в Николаев, ну, чтобы поруководить. Без усов он выглядит, как обычная русская баба. Поначалу я думал, что это фотожаба, и наш народ, как обычно, потешается. Но когда увидел эти же новости на российских каналах, то тут уже взоржало киконь во весь голос. Жаль, конечно, чертовски жаль, что Игорь Иванович так и не смог испытать гостеприимство украинской контрразведки на себе. Насладившись широтой и мощью делирия, давайте почепушим здешнюю политоту. Услышал пару недель тому удивительные вещи в исполнении Павла Себастьяновича. Да-да, того самого. У нас есть порядка 231 тысячи предприятий, из которых 70 плюс тысяч в стадии спора с налоговой, то есть их деятельность заблокирована. Кто остается? Крупный бизнес, который, как правило, неразрывно связан с олигархами и или с государством. Странно получается. В России утверждается, что остановился государственный капитализм, а западные компании там работают куда в большем количестве и с большими инвестициями, чем в Украине. И это нельзя оправдать или пояснить только тем, что российский потребительский рынок более емкий, чем украинский. Мы имеем плюсы в виде меньшего логистического плеча. Наш спрос, возможно, ближе к европейскому по своей структуре, то есть нам не требуется перестраивать сильно маркетинговые программы и номенклатуру. Но факт в том, что, повторюсь, в России государственный капитализм, где ФСБшники, местное чиновничество, его федеральное жилье, чиновничество запускает руки в любой бизнес, а у нас риски настолько высокие, что никто не хочет связываться и рисковать потенциальной прибылью. Мы продолжаем двигаться курсами Гетьманцева, Милованова, Геруса. Мы по-прежнему остаемся экономикой, ориентированной исключительно на олигархат, на крупные финансово-промышленные группы, на интересы нескольких сверхбогатых. И у нас же, как и за поревриком, у нас растет разрыв между сверхбогатыми и всеми остальными. Вспомнимте, как менялась оценка состояния не самых богатых людей Украины с 2014 по 2019, и с 2019 по сегодня. То можно сделать неутешительный вывод, что все обещания уменьшить влияние олигархов на жизни страны есть банальная профанация и буфанада. Факты говорят о том, что средний и мелкий бизнес будет растворяться и дальше. Освобождая пространство для олигархического. Снова срач вокруг Дмитрия Марченко. СБУ возбудилось, когда Марчелло в интервью повторил заявление Банефтика «Зелени Небритова». До того это же озвучивали и будущий президент, не приведи господи, Арестович. И серые кардиналы немных информпомоек Подоляк. СБУ, надеюсь, уже побывало у этих двух персонажей. Или они неприкасаемые? Да, она, ерывая, идет в политику. Кто не знает, рекомендую хотя бы ознакомиться. Встречайте, больше женщин в украинской политике. Таких женщин. И поменьше Марьян, тому, что правду кажуть, страшнейше дурни, лыше инициативный дурень. Жду, как следом за мемами с Олегом появятся мемы с Марьяной. Ты совсем Марьяна? Уже. Ну и чтобы не возвращаться, Марьяна Безгуглой обратилась в СБУ, чтобы те отследили связи между Яной Зинкевич, народный депутат, Мирославом Гаем, Даной Яровой, Михаилом Макаруком, информнопалм, Бориславом Березой, экс-нардеп и другими. В общем, подрывают, по мнению Безгуглой. Ой, подрывают. Только не политическую обстановку. А подрывают своей волонтерской и проукраинской деятельностью и позицией рейтинги Бубочки, их зеленоносному. Сюда же можно добавить факт обнаружения подслушивающего устройства в квартире у Виталия Портникова, который тоже поет совсем не дифирамбы власти. Девайс украинского производства, имеет номер, в общем, все в стиле майора Мининиченко. Вырисовывается очень неприглядная картина, весьма деятельные, плотные зачистки политического поля. Мне было бы интересно, чтобы СБУ попробовала отследить, раз уж им совсем не фиг делать, всех кротов переловили от Сильрады и до АПы, связь между Марьяной и здравым смыслом. Этого им хватит надолго, искать то, чего не существует. Но забавка. А связь между перечисленными выше одна. Украина. Свободная, независимая. И все перечисленные как часть Украины. Ни власть, ни кормушки, ни потоки, ни схемы. АПочка продолжает играться в политику. Это для нас на начасе. У них все как раз очень даже на часе. И заказала рейтингу. Это пиплометрическая контора такая. Исследование этих самых рейтингов среди пипола. Нас с вами. Почему АПа? Потому что эта контора, рейтинг которая, очень часто работала именно на заказ той конторы. АПы, то есть. С правильными на публику цифрами результатов. И вряд ли кто-то сейчас рискнет заказывать социологию, включая в нее одновременно. Арестовича, Ермака и Залужного. Кому это сейчас интересно? Об этом написано у Шарпа. Об этом говорил и Арестович в интервью у Гордона. Деньги находятся. Рубрика «А кому и кобыла невеста?» Цитирую Гайдая, главу Луганской АВА. Тим часом в окупованих местах Луганщини россияне вдаются до новых методов примусово-мобилізації. Під час обходів багатоповерхівок вони втираються в довіру до летних людей, пропонуючи тим невеличкі суми грошей або харчі в обмін на информацию о чоловіках призовного віку. Раньше это звучало как легендарное «А что, отец, невесты в вашем городе есть?» Теперь «А что, бабуля, мужики в вашем подъезде есть?» И правосходящую звезду Буданова. Ранее упоминалось, что на закупки оружия Єрмак поставил своего бизнес-партнера. Теперь вот мимо кормушки и молодое дарование мимо не прошло. Кабинет министрів Украины постановил погодиться с пропозицією розвідувального органу Миноборони щодо передачі дочирного підприємства державної компанії «Укрспецэкспорт» Державного господарозрахункового зовнішньоторговельного підприємства «Спецтехноэкспорт» «Из сферы управління Министерства обороны до сферы управління Головного управління розвідки Министерства обороны». Ну і под завершення быстренько глянем отчетам в мире. Европа. Засуха. Некоторые утверждають, что самая большая за 500 лет. Ребят, это урожай. Это к обздецельскому хозяйству, овощам и зерновым, и скоту с фуражом и кормами. Это дрища в экономике. Правительства будут вынуждены помогать фермерам еще в большей мере. Эта продовольственная безопасность подскакивает на уровень критичности и рост цен на продовольствие. Больше всего пострадали Испания, Португалия, Италия. Именно туда массово ломанулись россияне после 24-го. Совпадение? Не думаю, как говорит ихний Киселев. Но досталось и Франции, и Германии, крупнейшей экономике еврозоны. А еще это принесет проблемы с энергетикой и проблемы с логистикой. А значит, накроет и промышленность. Казахи через Азербайджан собрались прокачивать полтора миллиона тонн нефти мимо Новороссийска, ибо нефик краником играться было с увеличением до пяти миллионов тонн. Нехай счастить, скрипоносные! Слава Украине! Слава ЗСУ! Ставайте донатарами Пенс, а підпочитесь и передивите ролик на другом канале 24.юа.Пенс. Зробите тут и там червоню пимпочку сиренькою, потім титни дзвоника, выберите все нагадывания, бо большую часть дохода в канал в Пенс відправляет на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в перемогу України.